Томсо, чем больше ты и подобные тебе блогеры будут говорить про развал России и сепаратизм, тем больше денег даст Путин Кадырову, чтобы с вами бороться. Так поступил бы любой президент любой страны. Что ж, получается, нужно не говорить об этом, да? Решение проблемы не говорить о проблеме. Так, ладно, давайте будем начинать. Бисмэллаху, альхамдуллиллаху, ассалату, ассаламу аля, ассаламу аля, ассаламу аля, ассаламу аля, ассаламу аля. Сегодня 13 февраля, годовщина гибели Залимхана Яндальбиева, второго президента нашей страны, Чеченской Республики Ичкерия, одного из наших лидеров, идеологов нашей свободы, нашей независимости, идеологов нашей борьбы и выдающегося человека. Я предлагаю сегодня эфир посвятить ему воспоминаниям об этом человеке. Давайте вспомним, чем запомнился он нам, и нам, и вообще всему этому миру. И, наверное, самым запоминающимся событием был визит чеченской делегации во главе Залимхана Яндальбиева в Кремль. Когда Борис Ельцин, на тот момент президент Российской Федерации, попытался провести эту встречу в Кремле, под эгидой такого арбитража, главного арбитража, когда Ельцин был бы арбитражем, а Залимхан Яндальбиев ввел бы переговоры с российским наместником, на тот момент прототипом сегодняшнего Кадырова, тогда был Добко Завгаев. Он был главой администрации в Афгаре, так называлась его должность. Он, по факту, он был наместником, то есть он был назначенцем Кремля в оккупированной Чеченской Республике. Было создано российское правительство, и он был руководителем этого правительства Добко Завгаева. И Ельцин хотел бы усадить Залимхана Яндальбиева напротив Добко Завгаева, а сам сесть во главе стола, то есть торца, и типа быть таким судьей в этих вопросах. А они бы между собой там переговаривали. И вот здесь нужно отметить очень важную роль Залимхана, важность вообще лидерских способностей человека. То есть это вот тот момент, когда ты должен молниеносно отреагировать. И у тебя нет времени на то, чтобы проанализировать, переговорить там со своими товарищами и принять какое-то решение. Ты должен молниеносно отреагировать. И вот здесь вот лидер, он тем и отличается, что он способен в таких вот экстремальных ситуациях молниеносно принимать решения. И Залимхан Яндальбиев отказывается садиться напротив Добко Завгаева. Он отказывается и говорит Борису Ельцину, что нет, я не сяду. Эти кадры тогда облетели весь мир. В Кремль приехали чуваки в военных формах, те, кого называют, кого официальная российская пропаганда называет боевиками, сепаратистами, террористами, бандитами. Приезжают эти люди, сами себя позиционируют как руководители государства, они приезжают в Кремль и отказываются садиться в соответствии с тем, как определил хозяин Кремля. Тогда это показывали по всем каналам, это все комментировали. Ельцин начинает настаивать, естественно, он хочет усадить все равно Залимхана Яндальбиева. Залимхан Яндальбиев жестко отказывает, он говорит, все, если мы с вами не садимся напротив друг друга, то эта встреча закончилась, организуйте нам вылет обратно в соответствии с гарантиями, которые вы нам предоставили. И вот тут Ельцин понимает, что все, дальше переговоров быть не может, либо он идет на уступки, либо действительно он как бы дает им вернуться обратно, но это, как мы потом узнаем, это бы полностью нарушило планы Ельцина. У Ельцина были, оказывается, были свои определенные корыстные планы, связанные с его предвыборной агитацией. Он намеревался взять в заложники Залимхана Яндальбиева, чеченскую делегацию и полететь в Чечню. И в общем Ельцин, понимая, что переговоры срываются, что его план срывается, Ельцин идет на уступку и садится напротив Залимхана Яндальбиева. Для нас и для всего этого мира уже не важно было, какие договоренности будут достигнуты на этих переговорах, какой документ будет подписан. В итоге абсолютно в этом не было никакого смысла. Для нас и для всего мира важна была вот эта картина. Залимхан Яндальбиев и Борис Ельцин, сидящие напротив друг друга в Кремле. И эта картинка, все, это было самое важное. Дальше комментарии, какие-то выводы из этого, это все люди сами бы делали, государство делали бы сами. То есть все, что они там дальше обсуждали, это в принципе никого и не интересовало. И вот эта вот картинка, очень важная, которую Кремль хотел показать, что вот сидит, значит, Яндальбиев напротив сидит наш наместник до Казавгая. Мы это, ну и Залимхан Яндальбиев эту ситуацию повернул в нашу пользу и показал всему миру, как он сидит напротив президента России, президента ядерной державы, президента, напротив которого сидят президенты Соединенных Штатов Америки, Великобритании, например, Великобритании, президент Франции и так далее. Президенты стран Совета Безопасности ООН сидят вот так напротив, то есть на одном уровне. И Залимхан Яндальбиев заставил Ельцина сесть напротив себя и показал всему миру эту картинку. Переоценить то, что было тогда сделано, невозможно. Это было величайшее достижение нашей делегации и лично Залимхана Яндальбиева. Потому что даже в нашей делегации тогда было смятение, когда Залимхан Яндальбиев отказался садиться там, где ему сказал Ельцин. Кто-то из нашей делегации стал пытаться как-то Залимхана Яндальбиева склонить, говоря, что вот, мол, все-таки мы приехали на переговоры, это важнее, давай, может, проведем переговоры. Но Залимхан Яндальбиев очень жестко тогда отреагировал, сказал, нет, я не сяду. И все, как бы вопрос, разговор окончен. Ну и Аллах даровал успех в конечном итоге. Мир увидел эту картину так, как мы хотели, чтобы ее увидели. И на этой встрече был, сейчас перед тем, как я, перед тем, как начать этот эфир, я немножко повторял на себя, смотрел материалы этой встречи. И обратил внимание на очень важное высказывание действующего на тот момент министра по делам национальности, так она называлась в России. Уже после того, как эта встреча состоялась, он провел пресс-конференцию и прокомментировал эту встречу. И вот, что он тогда сказал. Любые предложения чеченской делегации включить в соглашение слова «чтире» сразу же отвергалось российской стороной. По словам министра по делам национальности Вячеслава Михайлова, стилистика имела принципиальное значение. Принципиальнейший вопрос, потому что, конечно, в этом документе, если написать было бы «Ичкерия», то, как и честно, признавать существование республики, которая не существует. Написано «Чеченская республика», а «Чеченская республика» по конституции входит в состав Российской Федерации. Дать написать в этом документе, в окончательном документе, дать написать «Чеченская республика» «Ичкерия» было бы признанием этого государства. Это говорит министр, официальное лицо министра по делам национальностей, но меньше чем через год, там же в Кремле, уже президент, третий президент Чеченской республики «Ичкерия» Аслан Масхатов подпишет мирный договор с Борисом Ельциным, в котором будет указана «Чеченская республика» «Ичкерия». И Ельцин будет комментировать это подписание, скажет свои знаменитые слова, что вот «Ичкерия» неправильно делает ударение, что в этом нет ничего плохого, что надо к этому привыкнуть, это как бы принять. То есть, это не просто наши слова, что подписание этого договора является де-факто признанием нашего государства, а это в первую очередь высказывание самих политиков, действующих министров на тот момент в Российской Федерации. Это они воспринимали это де-факто признанием нашей государственности, что немаловажно. Не мы это трактуем так, а это они именно так это понимали. И подписав этот мирный договор с Чеченской республикой «Ичкерия», с президентом Чеченской республики «Ичкерия», они действительно де-факто признали наше государство и наше право на свободу и свой суверенитет. Это очень важное событие, которое мы должны и сами это помнить, и всегда об этом напоминать, об этом говорить. Селимхан Яндербиев был взорван в Катаре, в столице Катара, Дохи, 13 февраля 2004 года. Он был убит российскими спецслужбами. Сейчас это уже и не скрывается. Они даже гордятся, наверное, этим устранением своего врага. Это была такая широкомасштабная операция российских спецслужб российского государства. В этой операции были задействованы дипмиссии трех стран Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и самого Катара. Они наземным путем туда привезли взрывчатку из Саудовской Аравии, дипломатической, по дипломатическим каналам. И двое сотрудников российских спецслужб, действующих сотрудников, то есть кадровых офицеров, и один сотрудник дипмиссии. Они были задержаны по горячим следам после того, как Зелимхан Яндербиев был взорван. А взорван он был в собственном автомобиле после того, как он помолился в пятничную молитву. Джума вышел из мечети вместе со своим сыном. Сын был за рулем, 13-летний подросток. Зелимхан сидел впереди на пассажирском сидении. И оказывается, они, российские спецы, они это взрывное устройство закрепили под сидением Зелимхана Яндербиева. Сделали они это во время молитвы, когда Зелимхан с сыном оставили машину на парковке и пошли молиться в мечеть. В это время они на арендованном бусе, микроавтобусе, подъехали рядом, вышли из этого своего буса. В общем, уже, видимо, у них все было готово. Закрепили это взрывное устройство под машину. И после этого, когда Зелимхан с сыном сели в машину и стали уезжать, они привели в действие взрывное устройство. Сейчас мы уже знаем все это в мельчайших подробностях, потому что есть доступ к решению суда, катарского суда. Там, естественно, есть доступ и к материалам предварительного следствия. Это все описывается. Оказывается, на них вообще вышли благодаря бдительному катарцу, который приехал тоже в мечеть помолиться и увидел, что в машине, в этом бусе, сидит человек, читает газету. Ему показалось это странным, так как человек, приехавший в мечеть, как бы должен, если он мусульманин, должен помолиться. А он не молился. В общем, ему показалось это подозрительным. А до этого, оказывается, у него украли магнитолу из автомобиля. И он, в общем, подумал, что этот чувак приехал, чтобы воровать магнитофон. И решил записать номер этого микроавтобуса. После того, как произошел взрыв, он, значит, передал эту информацию, этот номер машины полиции. Сказал, что так был человек подозрительный. Ну и, в общем, моментально, естественно, эту машину узнали. Чья это машина, она оказалась, принадлежала какой-то фирме, которая предоставляет машине на прокат. Сразу же уяснили, кто брал машину. В общем, по горячим следам задержали одного сотрудника дипмиссии и двух кадровых офицеров российской спецслужбы. Сотрудника дипмиссии отпустили очень быстро, по-моему, через меньше, чем месяц. А вот двух сотрудников российских спецслужб их судили. Прокуратура требовала смертной казни, но эту смертную казнь заменили на пожизненное заключение. А потом договорились с Россией, что якобы они будут сидеть у себя на родине. Ну и их, в общем, выдали России. Там в России их уже встречали красной ковровой дорожкой. Ну и, естественно, ни у кого нет иллюзии, что они сейчас сидят в тюрьме. Конечно, нет. Они наверняка получили государственные награды и либо продолжают свою службу, либо уже вышли на пенсию и проживают остаток своих дней. Вот такая, в общем, славная история у Зелимхана Яндарбиева. Да помилует его Всевышний Аллах. Это был выдающийся человек и выдающийся лидер нашего народа. Субтитры создавал DimaTorzok